В США рассматривают возможность дать больше оружия сирийским повстанцам, которые противостоят ИГИЛ. Об этом сообщили представители штатов коалиции. Они положительно оценили успех сирийской оппозиции, в ходе которой отбили у террористов территорию в 250 квадратных километров. Среди сирийских повстанцев, которые одержали победу над ИГИЛ, были и те вооруженные формирования, которые уже получили от США военную помощь. В Румынии растут протестные настроения из-за коррупции во власти. В крупнейших городах – Бухаресте, Темешааре, Ясах, Галатце и других – продолжаются многотысячные акции, несмотря на отставку премьер-министра. 70 тысяч митингующих требуют от парламента упростить процедуру лишения депутатов иммунитета, конфисковать имущество коррумпированных чиновников, сократить число депутатов парламента и увеличить бюджетное финансирование здравоохранения и системы образования. Акции протеста были организованы инициативной группой, зарегистрированные в социальных сетях. Сначала поводом для массовых манифестаций стала гибель в пожаре в одном из ночных клубов Бухареста 32-х человек. Аналогичная акция протеста, участие в которой приняли около 20 тысяч граждан, прошла накануне в Бухаресте. Манифестанты требовали увольнения чиновников, выдавших разрешение на концерт с пиротехникой и виновных в трагедии в ночном клубе. У берегов Шотландии построят крупнейшую плавучую ветроэлектростанцию. Проект реализует норвежский нефтегазовый гигант Statoil. Ветряки общей мощностью в 30 мегаватт разместят в Северном море в 25 километрах от побережья на глубине 100-120 метров. Они смогут обеспечивать энергией 20 тысяч домохозяйств. Ожидается, что ретростанцию запустят уже в 2017 году. Сравнимый по мощности комплекс ветряков на плавучих платформах до конца этого года должен заработать у в Японии, хотя и в демонстрационном режиме. Через 60 лет таяние ледников на планете станет необратимым. Это подсчитали в НАСА. Из-за повышения уровня мирового океана под воду могут уйти такие города, как Лондон, Амстердам, Токио и подобные им. Не исключено, что при потопе погибнет немало населения. Кроме того, увеличится плотность и численность населения, которое останется на суше. На протяжении лет таяние ледников будет увеличиваться, и это повлияет на глобальную климатическую систему.